Мы экспортируем все товары, кроме тех, что относятся к войне. Их мы полностью запретили. Русские! Б**ки! Б**ки! Б**ки они! Друзья, всем привет! Сейчас поговорим про Казахстан. Как Такаев предает свой народ и опять начинает подмахивать России. В общем, это важное видео, потому что Казахстан важная страна. И сейчас расскажу вам о том, что происходит. И как Такаев пытается одной поповой сидеть на двух стульях. А кончается это всегда одним способом. Падаешь и больно бьешься пятой точкой. Вот сейчас об этом, обо всем расскажу подробно. Очень важно, друзья, YouTube блокирует, не показывает многие наши видео. Такой теневой бан появился. И очень важно нам его пробить. Что для этого мне нужно сделать? Первое. YouTube еще и отписывает людей. То есть, если мне люди активно пишут, что они были подписаны, а потом раз смотрят, они не подписаны. Думают, что им не предлагают видео, думали, что я их там не делаю в последнее время. А потом оказывается, что я все делаю, а им не предлагают. А они не подписаны. Поэтому проверьте прямо сейчас. Если под описанием к видео кнопка черная или серая, она должна быть белая или серая, и должна быть подписана. Вы подписаны. Если черная, то срочно на нее нажмите, значит, вас YouTube подписал. И тогда дальше вам будут предлагать. И второе. Вот когда в предложке вам там предлагают мои видео, обязательно напишите мне, вместе с какими видео предложили, когда это было, с какого времени вы подписаны. Мне нужно разобраться в ситуации и понять, как правильно пробить этот теневой банк, который вокруг нашего канала строит. Мы это сделаем, мы это не раз делали. Ну и пишите в комментариях, конечно, что вы думаете о том, что я расскажу. Итак, Казахстан. Тут было несколько дней назад очень важное заявление замминистра торговли Казахстана. Сказал, что Казахстан составил список из 106 товаров, которые не будет поставлять в Россию. То есть реэкспорт. То есть то, что Казахстан купил у каких-то других стран, а потом как бы продал России. Но это называется обойти санкции. То есть Россию эти товары продать нельзя, а в Казахстан, а потом, что Казахстан продал России. Ну как бы можно. И это как раз то, что мир призывает Казахстан не делать. И там в том числе есть угрозы и санкции против Казахстана. И вот замминистра торговли говорит, да, мы составили 106 позиций в списке. Там и дроны, и чипы, и электроника. Все то, что Россия может использовать в войне. Правильно. Ну и то, что говорят еще двойного назначения. Послушайте. Мы экспортируем все товары, кроме тех, что относятся к войне. Их мы полностью запретили. На именовании таких товаров 106. Это дроны, электрочипы и прочая электроника. В Казахстане их не производят. А раньше реэкспортировались именно через нашу страну. В республику такие товары импортируют, но дальше они не уходят. Производители не только западной компании, среди них и ряд других стран. Ну и что дальше было? А дальше через несколько дней, и вот же собственное министерство выходит заявлением и опровергает, что все они продают и будут продавать. Интересно, что это совпало. В этот же день российское посольство поздравило казахстанцев с днем установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Ну, в общем, все понятно. Из Кремля позвонили Такаеву, и он дал команду Министерству торговли все дальше продавать, потому что Кремлю это очень нужно для войны. Вот, собственно говоря, и все. Но показательно, на кого работает Такаев? На свой народ, которому точно не выгодна победа России в Украине, которому выгодно, чтобы Россия получила по зубам и никогда не полезла в Казахстан? Или против своего народа, помогая России поддерживать свою военную машину, которую там в любой момент может повернуть против Казахстана? Ну вот, вопрос риторический, и ответ, я думаю, вам хорошо на него понятен. И вот недаром те же казахские эксперты активно сейчас обсуждают и говорят, что военная сила, военная сила это то, что может защитить Казахстан. Никакие бумажки, соглашения, меморандумы, Будапештские меморандумы и прочие, ничего дать не могут, сила нужна, посмотрите. А насколько войны, которые сейчас происходят в мире, повышают необходимость укреплять оборонку и нам, и Казахстану стоит ли готовиться к чему-то подобному? Государство не может процветать и успешно развиваться, если оно не в состоянии себя защитить. Вы что думаете о ситуации, которые в нашей армии не знают наши противники? Китайцы, ну не противники, скажем так, наши соседи, да, китайцы, россияне или там американцы или кто, да, так они в сто раз лучше, чем я. И вы что думаете, они не делают оттуда соответствующих выводов? Про нас все все знают, это мы не знаем. Это от нас армия закрыта. Но если бы у нас армия была боеготовна, дисциплинирована, квалифицирована и профессионально, ну разве президент во время кантарских событий, когда непосредственно ему была угроза, разве он обратился бы к зарубежной армии, в данном случае к российской, разве вот этот, сам вот этот факт, сам вот этот один факт, разве он не говорит? Если государство не обладает собственной военной силой, то в этом случае велика вероятность нарушения его интересов и никакие международные договоры, ну как бы эту страну не дают гарантии защиты этой страны. Ну вот в свое время там, допустим, Украина подписала, так же как и Казахстан-Будапештский там меморандум, да, когда передавала там свои ядерные силы, не сработало вообще ничего, да. То, что мы видим, то, что нельзя быть сейчас на данный момент слабыми, это просто приглашение для других стран, приходите и делайте, что хотите там на моей территории, понимаете? Правильные мысли, но эта сила же появляется тогда, если заниматься армией и не помогать чужой армии. Казахстан делает наоборот. Еще одно направление, это не Казахстан, а казахские власти Казахстана, вот так правильно сказать. Потому что как раз сами казахи все отлично понимают. Сейчас покажу вам несколько видео, которые это иллюстрируют. Вот тут Такаев, значит, санкционировал, что Казахстан присоединяется к какому-то договору о распространении и поддержке русского языка. Что там грозит русскому языку и где, непонятно. Но почему Казахстан должен распространять и поддерживать русский язык, ну, мне, например, вообще непонятно. Вот слово вообще непонятно. И вот, посмотрите, значит, новость об этом. А в то же время мы же прекрасно с вами понимаем, что для России она все использует, в том числе и русский язык, как инструменты такого гибридного влияния, вмешательства. И вот это основание, все время же они там где-то обижают, значит, типа русскоязычных. И это постоянная у них тема. И то, как они продвигают, это же касается и церкви. Ну, все. У них нет, к сожалению, у этой империи все является инструментами этой империи. Все. И в том числе, вплоть до культуры и языка. И поэтому Казахстану, да и вообще, Казахстану, понятно, нужно развивать свою культуру. Поддерживать свой язык. Там никто не говорит, что нужно бороться с русским языком. Но поддерживать нужно свою культуру, а не заниматься распространением, поддержкой русского языка. Они уже дораспространялись. Такая в Берлине, приезжая, говорит на русском. Почему он говорит на русском? Это официальная поездка, он президент Казахстана. Он, значит, говорит там на русском. Замминистра МВД извиняется. Я сейчас покажу видео, где он говорит, вы извините, я перейду на русский, потому что на казахском не до конца понимаю, мне сложно свою мысль изложить. Нормально? Посмотрите. Боян дома Джаса Алану. В принципе, я могу отвечать. Я просто сейчас какие-то спорные вопросы боюсь ответить неправильно. Боюсь, что я могу не понять, где-то вас досконально. Либо я ответить где-то неправильно. Но я занимаюсь лично. Ну, уже дораспространялись русский язык. Вам нужно распространять и заниматься казахским языком. И сами казахи это хорошо понимают. Посмотрите вон там видео из общественного транспорта, где женщина говорит, что русские нацисты. Русские, нацисты, фашисты. Вот смотри. Во всем мире. Во всем мире. Мы хотим, чтобы русские исчезли. Моя нация выше русских. Я не русская. Выше русских. А вы на меня сейчас обливаете. Выше русских. Значит, если ты не русская, ты должна говорить свою нацию. Нет, я просто хочу с тобой. И спокойно сидеть. Ну, такое видео. А посмотрите, тренер спортивный. Как он говорит, ребята, вы казахи. Говорите на казахском. Посмотрите это. Говорите на казахском. Говорите на казахском. И в общем, я не хочу снять свою нацию. Говорите на он. Я не хочу снять свою нацию. Намаз. Я не могу снять свою нацию. Я не буду снять свою нацию. Поняли? Да. Поняли? Да. Ребята, поняли? Развивайте свою культуру Казахстана. Продвигайте казахский язык, стройте свою армию, не помогайте российской военной машине, если вы не хотите оказаться жертвой, как такой жертвой стали мы. Мы все это прошли, мы все это видели и свои ошибки сделали, и думали, что это нормальная страна, и у нас тут сосед, и что с ней можно поддерживать нормальные отношения. Я тоже пытаюсь усидеть одной попой на двух стульях, принимает Блинкина, едет в Европу, параллельно целуется в весны с Кремлем. Так не получится, и мы это прошли на своем опыте. Не повторяйте наших ошибок, а лучше сразу сделайте из них выводы и стройте свое сильное государство, не заигрывая с Россией, потому что она только на вас смотрит как на жертву. Это знаете, это заигрывается все, это как козленок будет заигрывать с волком. Ну, кончится это только одним образом. Друзья, держим строй, Алга, Казахстан, помогите поделиться этим видео, напишите, пожалуйста, где вы, как вам предложили к просмотру это видео, как давно вы подписаны, обязательно проверьте подписку, это реально очень важно. Ну, и, конечно, жмите кнопку лайк, палец вверх, пробьем этот теневой бан. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!